Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Радик Рахимов. Смотрите сегодня в нашей программе. Ударили автопробегом по бездорожью. Команда КАМАЗ Мастер выиграла ралли Дакар 2018 и стала чемпионом 15 раз подряд. Хочется поблагодарить наших партнеров, компанию Татнеф, которая с нами уже не первый год работает. Нам не жить друг без друга. В день Святого Валентина секретами семейного долголетия делится пара, сыгравшая бриллиантовую свадьбу. 60 лет вместе. Это 60 лет вместе. Если не было бы любви, это невозможно было жить. Оперные арии под саксофон и контрабас. Уникальную концертную программу подарили альметьевцам звезда оперной сцены Хибла Герзмава и джазовый квартет Якова Окуня. И когда Хибла поет своим изумительным, спокойным, прямым голосом, и мы на этом фоне создаем какую-то такую нервозную картину динамичную, мне кажется, что вот это вот работает здорово. В Альметьевск приехали пилоты знаменитой команды КАМАЗ Мастер. Этот год у гонщиков начался с победы на самом популярном ралли мира. Экипаж российской команды КАМАЗ Мастер защитил титул чемпиона ралли-рейда Дакар в зачете грузовиков и стал 15-кратным победителем ралли-рейда. На старт был запланирован выход 332 экипажей из 54 стран мира. В грузовом зачете из 44 стартовавших в столице Перу, Лиме, грузовиков до финиша добрались лишь 24 экипажа. В генеральном зачете Дакар 2018 экипаж Эдуарда Николаева занял итоговое первое место. На встречу с пилотами во дворец культуры нефча пришли жители города, в числе которых были и большие поклонники команды. Пилоты рассказали об участии в ралли и поинтересовались тем, как живет нефтяная столица. Эдуард Николаев в своем выступлении отметил, что наслышан о спортивных достижениях нефтяной столицы. Хочется поблагодарить наших партнеров, компанию Татнефть, которая с нами уже не первый год работает. И, конечно, нам очень действительно приятно смотреть на такие тоже бренды, когда-то там, которые мы проезжаем в городах, различные заправки, но тем не менее мы горды тем, что у нас на бортах именно компания Татнефть. Спасибо большое за теплый прием. О том, какие планы «Синяя Армада» строит на ближайшее будущее, расскажем в завтрашнем выпуске новостей. В Татарстане все активнее внедряется раздельный сбор мусора. С 1 января сортировка бытовых отходов самими гражданами стала обязательной. В Ольметьевске в жилых микрорайонах и в общественных местах все чаще появляются специальные контейнеры и площадки. Места утилизации должны быть круглосуточно доступны для населения. Как в Нефтеграде ведется работа по раздельному сбору отходов – далее в материале. В Ольметьевске работа по раздельному сбору мусора идет уже давно. Первыми несколько лет назад появились специальные сетки для сбора пластиковой тары. Их установили рядом с мусорными площадками во дворах. Некоторое время спустя во всех районах города появились специализированные контейнеры. В прошлом году, в 2017 году, по городу установили 243 урн. Раздельному сбору мусора было принято такое решение. За счет бюджетных средств эти контейнеры были приобретены. Проведен семинар с жителями города. Определены места наиболее скопления. В этих местах эти контейнеры установлены. По всему городу расставлены контейнеры для раздельного сбора бумаги, пластика, стекла и сортированных отходов. Кроме того, в офисах 10 управляющих компаний стоят специализированные боксы для сбора ртутных ламп и термометров. Восемь таких контейнеров расположены в различных частях города. Также у жителей есть возможность сдавать на утилизацию и батарейки. Они также попадают под класс опасных отходов. Один такой источник энергии содержит ртуть, свинец, кадмий, металлы, которые отрицательно влияют на здоровье. Для раздельного сбора батареек в Альметьевске установлено 72 контейнера. Все отходы, которые раздельно собираются по городу, отправляются на переработку. Сортируем мы алюминиевые баночки, пэт, бутылки, картон, бумагу. Картон, бумагу отправляется в КБК, набережные Челны. Пэт алюминиевые баночки отправляется в Казань. Все сортированные твердые бытовые отходы привозятся сюда. Здесь они проходят повторный отбор. Ведь не все, что выбрасывается в контейнеры для раздельного сбора, можно переработать. Бумага и газеты превращаются в эковату для утепления. Из резины делаются сальники, которые потом используют нефтяники. Остальное отправляется на переработку в Тольятти. Важно сказать, что из года в год Альметьевск выходит в лидеры среди самых экологичных городов республики. Альметьевск у нас занял лидирующие позиции по экологическим мероприятиям 2017 года и по экологическому двухмечественнику, и по школьному экопатрулю. У нас первые места в этой части работы проводятся. Еще одной экологической новинкой стал фандомат – специальный контейнер, который предназначен для сбора алюминиевых банок и пэт-бутылок. Фандомат выдает специальный чек, который можно обменять на деньги или же на бесплатный прокат велосипеда. Это тоже будет очень удобно. Сдал несколько бутылок, полчаса катаешься на велосипеде. Пожалуйста, и экологию, и спорт все вместе совмещаем. Зарина Нарулина, Альберт Батюни, Виталий Надымов, Альметьевск ТВ. Медики прогнозируют подъем заболеваемости гриппом в Альметьевске. С начала года заражения гриппом зафиксировано не было. А вот цифры по заболеванию ОРВИ есть. Всего за один месяц в городские больницы обратилось более 3,5 тысяч человек. В 3 тысячи из них – дети. Статистика первого месяца года стабильная, говорят медики. В прошлом году заболевших было значительно больше. В январе 2017-го острой респираторной вирусной инфекцией заболели 7 тысяч 422 человека. Более 5 тысяч – дети. Врачи отмечают, что количество заболевших снизилось благодаря своевременной вакцинации населения. Вакцинироваться начали в сентябре. Прививки получили более 81 тысячи человек. Вакцинация ПАП началась раньше, чем в 2016 году. То есть в 2016 году в октябре, а в 2017 – в сентябре. Соответственно, большая часть населения была провакцинирована. Поэтому и эпидообстановка в данный момент гораздо лучше, чем в прошлом году. Соответственно, и показатели лучше. Несмотря на то, что ситуация по заболеваемости в городе некритична, медики рекомендуют не расслабляться. Сложнее всего заболевания переносят дети, люди пожилого возраста и беременные. Симптомы ОРВИ знакомы каждому. Это головная боль, иногда повышение температуры, насморк, першение в горле, сухой кашель. Все-таки заболели гриппом. Что нужно делать? Во-первых, по возможности в поликлинику не ходить, а вызывать врача надо. Если состояние тяжелое, то, естественно, вызывать скорую помощь и по возможности больных будут госпитализировать. Чтобы не заболеть, врачи рекомендуют соблюдать ряд простых, но важных правил. Избегать мест массового скопления людей, мыть руки с мылом и соблюдать правила личной гигиены. Полноценно питаться, одеваться по сезону. Сегодня день Святого Валентина. В этот праздник принято дарить Валентинке и признаваться в любви. А вот как пронести любовь через десятилетия, через все препятствия и невзгоды, могут рассказать герои нашего сюжета. В этом году супруги Вильдановы отметили 60-летие совместной жизни и вновь вспомнили первую встречу. О секретах крепкой семьи и советы будущим молодоженам в нашем материале. Вот так рука об руку они прошли вместе через десятилетия. Семью Римма и Ульфата Вильдановых поистине можно сравнить с алмазом, самым крепким камнем. Недаром 60-летие совместной жизни называют бриллиантовой свадьбой. Даже спустя столько лет они любят друг друга как в юности. Но начинались их отношения с дружбой. Приехав на заработки в Альметьевск, Римма долго не могла устроиться на работу. Тогда на помощь молодой девушке пришел Ульфат. На тот момент он уже вернулся со службы во флоте и работал столовой заведующим складом. Там же он предложил работу Риме. Постепенно дружба переросла в нечто большее. Я был на 16 лет тогда. А 16 лет я уже взрослым в памятном был. Ну, мы года два познакомились, ходили. А потом, значит, у меня уже возраст, почти 27-28, я ей сделал предложение. Она мне вообще понравилась. И как я увидела, конечно, он мне понравился. Но понравился, я еще молодая, я даже другим парням больше не встречалась. Как-то мне он душу, видимо, залез, и я больше никого не пропускала. В то время вторая половина 50-х годов была непростым для молодой семьи. Приходилось много трудиться. Но вместе Рима и Ульфат Вильдановы справлялись со всеми невзгодами. Как и в любой семье, у Вильдановых каждый супругов отвечал за свое дело. Пока муж работал и зарабатывал, жена вела хозяйство, воспитывала детей и вела совместный бюджет. Я экономка, он добытчик. Деньги мы, значит, никогда не делили, твоя моя. Экономные держи и никому не давай. Это вот мои слайды, я ее никогда не забуду, конечно, это моя сифра. Так у меня так, он всегда получал деньги, мне давал. Самое главное богатство, которое нажили Рима и Ульфат Вильдановы за эти годы, это, конечно же, большая дружная семья. У них трое детей, девять внуков, девять правнуков и на подходе десятый. Все вместе они часто собираются за большим столом или в беседке в саду. В кругу большой семьи Рима Габдрахмановна и Ульфат Хазевич отметили бриллиантовую свадьбу. В зале торжественного бракосочетания в ЗАГСе они вновь дали друг другу клятвы и обменялись кольцами. Оглядываясь назад и вспоминая прожитые годы, супруги говорят, что основа крепких семейных отношений – это терпение, уважение к друг другу и, конечно, любовь. Этого они желают и всем молодым, которым предстоит вступить в брак. В 60 лет вместе, это 60 лет вместе, если не было бы любви, это невозможно было жить. Я так понимаю, если нет любви, даже когда и ругаешься, всякие бывают, быстро просишь, быстро забываешь, потому что любишь. Уступать друг другу, уступать надо. Самое главное – уступать надо в семье. Если уступать не будешь, это у всех есть свое мнение, у всех есть кому-то доказать. Я могу доказать, он может доказать, но перетерпеть и промолчать. Большинство женщин надо, женщин надо побольше промолчать. Зарина Нарулина, Альберта Батюня, Альметьевск ТВ Несколько дней назад звезда мировой оперной сцены Хибла Герзмава пела в Большом зале Московской консерватории. А накануне прославленная оперная дива побывала в Альметьевске. На сцене Дворца культуры Невча певица выступила с квартетом знаменитого джазового музыканта Якова Окуня. Возможность насладиться мастерством именитых артистов альметьевцам подарила компания «Татнефть». Подробнее о том, как прошел вечер музыки в материале нашего корреспондента. Зажигательный джаз и оперная классика. Альметьевские зрители стали свидетелями уникального концерта. Великолепный голос Хибла Герзмавы, который многие привыкли слышать в сопровождении симфонического оркестра, в этот раз звучал под аккомпанемент джазового квартета Якова Окуня. Как признаются артисты, участвовать в таком смелом эксперименте им было очень интересно. Джазом Хибла Герзмава увлечена уже давно. Для певицы это не первый опыт работы с музыкантами любимого жанра. В промежутках между оперными спектаклями и концертами певица делала джазовые программы с Данилом Крамером, Денисом Мацуевым и Деборой Браун. Не смогла отказаться и от сотрудничества с таким виртуозом, как Яков Окунь. Я очень люблю джазовую музыку с детства и то, что мы делаем круссовер, то, что мы делаем джазовое, то, что мы делаем классику в джазе. И то, что у меня есть потрясающие друзья. И Яков Окунь, который делает аранжировки очень красивые и стильные. Мне важно, чтобы это выглядело очень дорого и красиво, понимаете. Я просто так на сцену никогда бы не вынесла ничего. И когда Хибла поет своим изумительным, спокойным, прямым голосом, и мы на этом фоне создаем какую-то такую нервозную картину динамичную, мне кажется, что вот это вот работает здорово на образ. Программа концерта была разнообразной. Большинство мелодий были предложены самой Хибла Герзмавой. Оперная дива исполняла композиции на нескольких языках – итальянском, французском, немецком и, конечно, русском. Зрители услышали адаптации самых знаменитых мелодий «Ава Марии Шуберта», «Смайл Чаплина», «Каста Дива Беллини». Конечно же, мы советовались. То есть кое-что было из того, что я все-таки предложил не трогать. Но почти все мелодии были предложены Хиблой мне. И некоторые мелодии были сложны для адаптации. Однако я их осилил. Ну скажи, какая я вредна и как я тебя заставляла делать. Нет, какая не вредна. Ты просто настойчивая. И спасибо тебе, что ты такая настойчивая. Это очень важно. В моем деле это очень важно, потому что, если у нас нет настойчивого главного, верховного главного командующего, то мы начинаем распускаться. Прозвучали и адаптации русских композиторов. Романсы Петра Чайковского в джазовом переложении очень гармонично вписались в программу вечера. Конечно, для Альметьевска это событие. И состоялось оно благодаря компании «Татнефть», которая делает музыку в исполнении мастеров высочайшего класса, доступной для простого зрителя. Альметьевцам уже посчастливилось увидеть и услышать вживую Владимира Спивакова, Юрия Башмета, Аиду Гарифулину, Валерия Гергиева, Дениса Мацуева и других признанных виртуозов. Спасибо им огромное за то, что они любители оперного искусства, джазовой музыки. Спасибо, что в вашем городе звучит музыка, что есть концерт, это же прекрасно. Публика приняла артистов очень тепло. Горячие аплодисменты, крики «Браво» и цветы – тому наглядное подтверждение. Благодаря за цветы Хибла Герзмаба исполнила композицию «Букет цветов из Ниццы». После чего певицу ждал еще один сюрприз – огромная корзина роз, которая привела ее в настоящий восторг. Отпускать музыкантов зрители долго не хотели. И в качестве подарка артисты преподнесли еще одно выступление, которого ждали многие любители джаза – «Бессмертную саммартайм» Джорджа Гершвина. Зарина Нурулина, Альберт Батюни, Альметьевск ТВ. На сайте телекомпании Альметьевск ТВ началось голосование за участников фотоконкурса «Мой мужчина – самый лучший». Поддержите конкурсантов. Победителя ждет романтический вечер в ресторане. Партнеры – ресторан ДТК и Камеди Кафе. Ресторан ДТК – это изысканное меню от шеф-повара, внимательный персонал, уютные залы, незабываемый отдых. Камеди Кафе предлагает аппетитную кухню, еженедельные развлекательные программы для детей и взрослых, первоклассное обслуживание. Подробности на сайте и в нашей группе ВКонтакте. Далее прогноз погоды от синоптиков на предстоящие сутки. В четверг в Альметьевском районе прогнозируется переменная облачность. Температура воздуха ночью – 15, днем – 5. Атмосферное давление – 767 мм ртутного столба. Вы тоже можете поделиться с нами новостями. Пишите по номеру, который вы видите на своих экранах. Отправляйте фото и видео через приложение WhatsApp, Telegram и Viber. Оставляйте комментарии в наших группах ВКонтакте, Instagram, Facebook и в Одноклассниках. У нас на этом все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин